На этом мы закончили с гостями и начинаем с местными поэтами и писателями. И первым на сцену я хочу пригласить Павла Георгиевича Рыкова. Встречайте. Уважаемые друзья, добрый вечер, рад вас видеть. Прекрасное собрание прекрасных людей. Я буду вам читать стихотворения, которые опубликованы в свежем номере за нашего замечательного журнала. Я надеюсь, что вы его видели, держали в руках, или, по крайней мере, тот, кто не держал, кто не видел, обратит на него внимание. Это наш журнал «Гостиный двор», который существует уже много-много лет. И здесь сидит главный редактор журнала Наталья Кожевникова. Привет, Наталья Кожевникова. А стихи я буду читать на тему, которая всех нас сегодня так или иначе задевает, волнует, о которой мы думаем. По крайней мере, если говорить обо мне, то утром просыпаюсь рано. И первое, что я делаю, это включаю какое-то средство массовой информации, телевизор, или беру телефон, компьютер. И, а что происходит в Донбассе? Что там? Что с Украиной? Что там с нашими ребятами? Я Донбасс. Не смей твердить, мол, это не про нас, а та беда не наша, а чужая. У русского любой разрыв Донбасс аорт урвет. Снаряды долетают к нам на Урал. Вот он летит, летит, в полете, зверовато завывая. Разрыв, разрыв. И мой сосед убит. И над убитым мать его рыдает. Нет, слава Богу, мирно мы живем. Но каждый день снарядов завывания мы слышим так, как будто бы живьем. Твоя слеза, Донбасс, мое страдание. А этот пес, что выпустил снаряд, по мирному прицелившись жилищу, в детей он метит, этот щирый гад. Одну наживу он в убийствах ищет. Я ополченец, вот мой автомат. Шахтер, учитель, пекарь и водитель. Рожден я русским, потому солдат. За русский мир, страдалец и воитель. Донбасс, Донбасс, я помню, я с тобой. Твоя судьба сплелась с моей судьбой. Это стихотворение было написано в 2020 году. Я в силу разных причин очень много думал о том, что происходит на наших глазах на Украине. И вот, ну я не знаю, может быть есть люди, которые могут абстрагироваться от этой беды, а я не могу не абстрагироваться. Вот, не могу сказать, а, это меня не касается. И Украину, и Украину я люблю, и все, что связано с украинской культурой, я тоже люблю. И вот я написал такое стихотворение, которое называется «Вышиванка». Вышиванка. Что такое вышиванка, знаете? Вы как всегда забряните. Знаете, конечно, знаете. Они не только у украинцев, а и у русских тоже вышиванки есть. Вышиванка. В понедельник Катерина встала с позаранку, чтоб каханому в подарок вышить вышиванку. Славно скроена сорочка, ровной стежкой сшита. Эта нитка словно поле золотого сжито. Будет цей узор чудовый, милый мой, с тобою. Эта нитка словно небо нежно-голубое. Вышивает Катерина крестики с любовью. Третья нитка. Боже, право. Засочилась кровью. Из-под пальчиков катруся узор страшный, новый, неблокитный и нежелтый. Черный да багровый. И уж песня не поется для тебя, каханной. Не узор для вышиванки. Червоная рана. Над сорочкой рыдает в голос Катерина. Кровью, кровью вышивает с себя Украина. Чтобы выбилить сорочку, воды треба моря. Нить кровавая струится в гибельном узоре. Без названия. Не поигрывая словами, и вроде бы не помышляя об этом, но Злыть не ликуют, коли славяне друг на друга идут стеной, Дрекольем ли, автоматной ли строчкой, Как угодно лишь бы бить до кровищи. Экая невидель варфоломеевская ночка. Тут в Киеве наикромешнейшее кровище. Визги, аплодисменты со всех сторон. Визги, рекой, как же и распотеха, И музыкой сладчайшей. Колокольный звон, набатный. Так ли это не повод для смеха? Господи, Господи, уже ли смерть? Кони половецкие тренькают уделами. Ярославна в пути в нее жаждет взлететь, Взмахнувшей бибрянами рукавами. И вот еще одно стихотворение. Только так называется. Нет, это не забава и не прихоть. Нет, не игра в войну. Сама война. И снова в сводках Сумы, Харьков, Припять. И снова кровью сводок речь полна. Как в те годы, когда с сибирской силой По Украине гнали вражью рать фашистскую, Что с запада котила и норовила Русь в баллон забрать. Так и сейчас. Лишь так и не иначе. Поганое нацистское кубло бить надо, Ясно обозначив, что по-иному не избудем зло. Пусть верещат артисточки-кокетки И заметалось в ужасе варье. На нас с небес глядят с надеждой предки И шлют благословение свое. И вот последнее стихотворение, которое я прочла из этой подборки. Что хочется русским? Что хочется русским? Попробуй понять. Чтоб гром в небесах мог один громыхать. Чтоб было не слышно солдатских шагов. Чтоб в поле не танки пасли, а коров. Чтоб хлебом запахло, когда испечен, Из жара печного женой извлечен. И дети, усевшись редком за столом, Отведали хлеба, запив молоком. Хрущи загудели в вишневом саду. И Бог по молитве отрывал беду. Чтоб маг расцветая в степи заолел. Чтоб мир наступил на славянской земле.